1 2 3 4 5 всем здрасьте вами сварок и сегодня мы с вами будем обсуждать такого героя как таллин его многие потянут с древних шардов я надеюсь что кто-нибудь вообще что-нибудь потянет с древних не только лишь талина но и ингрид но в любом случае в субботу на него x15 вместе с ингрид и там уже как карта ляжет может быть он вам и выплатит и сегодня мы с вами обсудим куда его крутить и что с ним делать и начнем мы после небольшой рекламы я думаю что многие из вас видели ценник на покупку виртуальные голды и так же как я считаете что этот ценник конске поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет где вы можете задонатить напрямую притом дешевле чем самой игре забудьте про передачу аккаунтов все пополнения только по айди игрового аккаунта а при регистрации по моей ссылке вы получите купон который даст скидку на первую покупку данный братишка относится к фракции таинств и судей соответственно по-хорошему он будет играть судьями потому что судей мастхэв что умеет пацанчик давайте посмотрим начнем с его таланта каждая базовая атака шансов 50 процентов текущего процента ярости будет заменена светоносным ударом который наносит 240 процентов массового урона пяти врагам то есть по сути при полной полоски ярость у него есть пять процентов шанса что он нанесет 240 процентов на сухи окей на базе у него 60 процентов массового урона тем же самым пяти врагам два раза то бишь 120 то бишь при полной полоски есть шанс что он в два раза больше даст тем же самым пяти врагам но опять-таки тогда он даст уже не 240 и 242 раза, а один раз 240. Ну, я уже проверял, я видел вот такая вот история. Едем дальше. Его первая пассивка. При получении прямого урона от заблокированного героем врага с шансом в 25% накладывает на атакующего один заряд эрозии. А потом каждый раз, когда враг с эффектом эрозии получает урон, расходует один заряд эрозии и наносит 120% дополнительного урона. То есть он будет накладывать, а потом перить обратно эрозию. Ну, такое себе на самом деле, но пускай будет так. Дополнительно 120% урона. Окей, хорошо. Почему бы и да. Что касается второй пассивки, тут кривое описание. Потому что не через 15 секунд, а на 15 секунд после возвращения Гугнира, это его копье, которому он кидается во всех врагов, атака героя увеличивается на 40%, а базовая атака и светоносный удар накладывают оглушение. И сразу могу сказать, что, в принципе, Таллинн зайдет на Семраха сбивать пилу. Потому что у него нет шанса наложения. Он стабильно будет накладывать оглушение каждым ударом после окончания ульты. Главное им вовремя ультануть. И это мы с вами проверим чуть позже в тесте на Семрахе. Также он на арене повышает урон на 15%. И теперь его ульта. Во-первых, радиус ульты, как вы видите на картинке, хорош. Серьезно. То есть у него, по сути, копье летит на 5 клеток, и там уже с радиусом может кого-то дамажить. Копье дамажит 750% массового урона уже нормально 8 врагам. И потом, пока Таллинн у нас стоит и никого не танчит, копье может висеть на месте до 12 секунд. Как только у Таллина сбивается блок, копье к нему возвращается. Почему? Потому что пока он выбросил копье, он никого не бьет. Бьет только копье. Он стоит и смотрит. Но копье бьет раз в 2 секунды по 400% массового урона 8 врагам. А также вешает на них снижение сопротивления магии, минус 20%. И так я вам могу сказать, что Таллина вполне себе можно использовать студиями вместе с Валькирой, потому что у него здесь снижение сопротивления магии, а у Валькиры на базе уязвимость к магическому урону плюс 15%. То есть они вдвоем помогут вашим судьям нанести больше урона по врагам. Теперь каратенечко о пробудах. На первой пробуде у него на самом деле все красиво, и есть шанс в 25% не спереть пассивкой сияющую эрозию с врага, а просто их продолжать накладывать. На второй пассивочке он получает плюс крит урона 15%. Ну, тоже, пускай будет. На третьей пробуде. Это, наверное, самый сок, и позволяет гугнеры использовать не только лишь в каком-то одном месте, а также зайти с ним в рейд подземелья 1, где у нас магический урон. Потому что пока гугнер остается в месте броска, то есть это вот копье он бросил ультой, оно там висит, оно притягивает к себе врагов 1 раз в 2 секунды. И, в принципе, если вдруг у вас нету валькиры, а есть таллин на третьей пробуде, то вполне себе спокойно можете закрыть вверх для того, чтобы таллин бросил копье, оно подамажило-подамажило, все эти крепочки сдохли, таллин стоит, улыбается дальше. Но, опять-таки, мне кажется, что у кого есть таллин на третьей пробуде, скорее всего валькира давным-давно уже на пятой, поэтому менять шило на мыло, ну, такое себе удовольствие. На четвертой пробуде он получает пробивание плюс 8%, и на пятой, после того, как к нему вернется копье на 15 секунд, все базовые атаки заменены на цветоносный удар, который наносит 240% массового урона. Ну, и также продолжает накладывать оглушение. Теперь, куда его можно прикрутить? У данного героя магический тип урона, то есть, по сути, там, где нам нужно маг-урон, туда он и зайдет, плюс массовый урон. Соответственно, первый рейд. Но на первом рейде, на самом деле, он далеко не мастхэв, и во время ульты я могу вам сказать, что да, он нанесет там те же самые 2400 урона за 12 секунд, потому что он стоит за забором, и его никто не трогает, и копье висит 12 секунд в своем месте и дамажит крипов. Не такой уж большой урон у него, и в соло он там ничего не закроет. Максимум как помощь к магам для того, чтобы во время ульты вешать снижение сопротивления магии. И если взять ту же самую Ингрид, то понятно, что Ингрид в соло его зачищает, 21 этаж, а Таллин, конечно же, нет. Понятно, что второй рейд тоже мимо, потому что толку нету. Третий рейд куда ему до воздуха, когда Китая. Аренка. Я пытался его прикрутить куда-нибудь в массовую арену, но опять-таки возникает проблема в том, что если, например, мы берем ту же самую Ингрид и Таллина, то нам проще выставить в самом начале, после того, как нам Керена даст монет, Ингрид, чтобы она всех выжигала. А если у нас вдруг Ингрид нету, то Таллин, ну да, он первые волны, в принципе, неплохо делает. Он хорошо с ними справляется, но и только потому, что потом уже начинается затык, плюс копье у него летит. Ну, кстати, да, оно может вполне себе долетать до края арены, до самой стеночки, но оно летит в ближайшего криппа, и, соответственно, мы получаем то, что получаем. У нас крипы на первых волнах умирают все, когда он улетит. А дальше, когда у нас уже выходит по три крипочка в ряд, то, соответственно, дамажатся только первые две пары, верхние и нижние крипы, а дальние стоят, и у них текает темер. Соответственно, там, ну, по сути, мимо, потому что толку от него нет. Куда-нибудь на соло-арену его прикрутить, потому что, в принципе, он во время ульты дает снижение сопротивления магии, соответственно, наши герои, те же самые претусы и ингриды, будут дамажить больше по крипам. Да, окей, но это действует только во время ульты, потом он стоит и заряжается. И ульта у него действует 14 секунд, а не 20, соответственно, чуть-чуть меньше урона у нас будет. Кстати, как можете заметить, в реве с кристаллом узла у Таллина 101 тысяч бсов. В принципе, тоже норм. На КБ я его сводил, пытался что-то побить, попробовать, но в итоге цифра урона, как видите, плюс-минус что-то такое. Не сильно у него большой урон, всего лишь 60. Тем более, у него массовый урон, и водить его на КБ, ну, в принципе, толку нет. Теперь давайте проверим его на Семрахе, как он, в принципе, может оглушать. И тут я на самом деле был приятно удивлен, потому что, в принципе, с оглушением данный перс справляется просто на ура. Он неплохо накладывает оглушение. Главное, нам им вовремя ультануть. И тогда уже у нас будет все хорошо. А ультить им надо прямо вот сходу сразу, потому что в противном случае, если мы во время его выставления не проультимся, то будет уже у нас все плохо, потому что у него оглушение работает только после того, как у него кончится ульта. А это, напомню, 14 секунд ожидания. Ну и в момент ульты, да, он вешает понижение сапры магии. И вот он только-только заканчивает ультить, а у нас уже босс, в принципе, половинку пилы прошел. И мы теперь сейчас всех прожмем еще, пускай они стоят прожатые. Но, как видим, да, он стабильно вешает стаки оглушения. И, в принципе, если мы еще поможем чуть-чуть предусом, то забиваем вообще все стаки, как только можно и нельзя. Но, опять-таки, те же самые 10 стаков он поддерживает спокойно. Главное, его поставить максимально быстро, чтобы он зарядился. И тогда все у нас будет хорошо. Ну, а если же нет, то уже все. Тут уже будет ггшечка, потому что ульта у него действует 14 секунд, как я уже говорил, и пока действует ульта, он ничего не делает. Он просто стоит и улыбается. Поэтому, да, тут уже на тоненького. Но, если вдруг у вас есть, предположим, та же самая Хельга, которая у вас в одной пачке стоит и станет босса на фул, потому что она часто с этим справляется, во второй пачке у вас нет никого, то, в принципе, почему бы и не взять Таллина для того, чтобы он накладывал оглушение на того же босса. Ну, и по текущей статистике урона, урон у него, ну, достаточно такой себе относительно той же Ингрид, того же Алистера, ну и, соответственно, претуса. Поэтому, какого-то сильного дэмэджа в соло цели от него ждать не стоит. Опять-таки, в массу урон он достаточно плохо играет. Поэтому, ну, на самом деле, перстом вроде как и хорош, но чего-то ему не хватает. Вполне возможно, что если бы ему сделали дальность атаки такую же, как у Вальпиры, все было бы в разы проще, и он бы заиграл на масс-арене. Ну, и опять-таки, если мы возьмем массовую Алину, 490 КБСа, ну, достаточно такое себе, потому что все они стоят дорого, Таллинн стоит двадцатку, Валькира, ну, Валькира пятнашка, окей, мы ее сейчас можем воткнуть, но по-хорошему и надо втыкать куда-нибудь подальше, повыше, чтобы она смогла и вешать, и дамажить. Таллинн-то я отсюда докинет свое копье, потому что, как мы помним, у него 5 кляток, раз, два, три, четыре, пять. То есть, он, по идее, докидывает, ну, до самого, до конца. Все у него хорошо, и все радуются и улыбаются. Но, опять-таки, как бы, это может быть и хорошо, но, как видите, это все долго. Долго и упорно. Да, он может давать массовые уроны, да, он что-то наносит. Все хорошо, все улыбаются, все радуются, но маловато будет. Конечно, да, окей, когда выходят крипы, вот, например, сейчас они выбегают, мы кидаем копье, и, как бы, сейчас крипы кончатся, потому что, какова Солявей, копье их дамажит, все радостно, весело, где Бибика, улетают в свой крипячий рай. Но, если мы возьмем ту же самую Ингрид, по сравнению с Сталином, то тут, как бы, небо и земля, само собой, понятно, потому что, сейчас она сделает вжух, и все. Ну, 490 кБС, да, как бы, окей, крипы еще, живехоньки стоят и ждут таймера, тоже. Но, опять-таки, для такого БС, в принципе, я думаю, неплохо, потому что, тут все без пробуд, просто на овергире. А если дать им пробуды, то, та же самая, Ингрид будет побольнее бить, да и все остальные тоже. Ну, также, не стоит забывать, что я забываю постоянно про, не стоит забывать, потому что, забываю русский язык, мой конек, про обилку претуса, которая дает домашку, и поэтому все стоят и ждут своего времени. Поэтому, в принципе, ну, как бы, и можно попробовать, ну, а смысл, если даже сейчас, мы уже, если выйдем из боя, то увидим, что Ингрид дала в разы больше урона, чем тот же Таллинн. Поэтому, ну, я повторюсь еще раз, для массовой арены, ну, нет, если бы его копье летело и втыкалось в последнего врага, то, может быть, что-то бы и изменилось. Но, так как он кидает копье в ближайшего, то, я вижу его только, вполне возможно, если это не какой-нибудь Семрах и Рейд Подземелья 4, где он вместо Валькира что-то там делает, опять-таки, чему вместо Валькира, если Валькира, у тех, у кого есть Таллин на 3, 100% Валькира уже, наверное, на 5, а то и на 10. Ну, и, собственно, где я могу увидеть только Таллинна? Может быть, чисто технически, его можно как-то прикрутить на ГВГ, поставив его в Деппак, например, к тем же Судьям. Но, опять-таки, плюсы от него будет не особо много. Да, на 3 пробуде он будет топать крипов и тормозить, потому что он копье будет притягивать всех. Но, без 3 пробуды, он кинет он свое копье. да, окей, даст он понижение Макса Пры. Но через 14 секунд это все кончится, а Валькира спокойно дает минус 15 с базы на постоянку плюс массу урон. Ну, и, опять-таки, тот же самый Бредус тоже неплохо будет наваливать по этой толпе. Поэтому Перс вроде и интересный, но что-то ему не хватает. Поэтому, кто его выбил вместо Ингрид, ребят, я вам реально сочувствую. Но, единственный плюс, он будет неплохо давать стан на Семрахе. Но, это единственное место, куда я придумал его использовать. Вот такой вот получился обзорчик. Если кто-то из вас уже гоняет Сталином, делитесь своими игрищами с ним, куда вы его используете, насколько он для вас профитный. А на этом все. С вами был Сварог. Всем два расколного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!